МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писатели широко известны не только в мире, но и во всей Вселенной. Им даже названа рубиновая звезда в созвездии Рыбы. Владимиру Михайловичу Санги исполнилось 85 лет. Он родился в стойбище Нобиль на Сахалине, который Нивхи называют их мифом и который стал колыбелью творчества писателя. Ни поблажек, ни выгод, ни гладких дорог, не прошу у тебя, мой возлюбленный край. Я хочу о твоей чудодейной судьбе написать для земель и народностей всех. Первая книга Владимира Санги «Нивские легенды» вышла в 1961 году в Южно-Сахалинске. Она принесла ему настоящую писательскую известность. И с тех пор им написано множество произведений, романов, повести, рассказов, очерков, таких как «Изгин», «Ложный гон», «Тынграй», «Женитьбакивонгов», в которых очень много автопиографичного, документального. В них отразилась связь между прошлым, настоящим и будущим древнего нифского народа, национальный характер, мышление, способ видения мира, быт, традиции, ритуалы и язык. В республике Саха-Якутия был создан организационный комитет по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Владимира Михайловича Санги. И первая из них – презентация сбор яканифских легенд, сказок и преданий Национальной библиотеки в офлайн и онлайн форматах. Мне очень приятно, что мои юбилейные мероприятия открывают духовность республики Саха. Ибо с республикой Саха моя жизнь связана очень и очень крепко. Можно даже сказать, что первый мой приезд в республику Саха-Якутию, а это было очень-очень давно, когда я еще был практически чуть ли не юношей еще. И там ко мне очень внимательно отнеслись классики якутской литературы Николай Морденов, Суорон, Амалон. А Савва Тарасов помог мне поехать вместе с Осиповым, художником замечательным, по отдаленным Аласам. Вот тогда-то я и увидел, увидел и расшифровал для себя, каким образом мог сложиться такой жизнестойкий народ, как якуты. Эта поездка дала мне очень много. Я был счастлив уже в рамках юбилейных моих мероприятий принять гостем в стойбище УМВО первого заместителя председателя законодательного собрания замечательного, талантливого литературоведа Александра Николаевича Жиркова. Могу даже сказать, что Александр Николаевич по существу открыл духовную жизнь уже ставшего знаменитым мысом УМВО вторую жизнь, ибо его приезд имел замечательные последствия, в том числе и те мероприятия, которые посвящены моему сегодняшнему юбилею. Я бы хотел сказать, что с мысом УМВО, знаменитым мысом УМВО, который воспет моим киргизским другом, чиргизом Айтнатовым, в повести «Пегий пёс, бегущий край моря», а также инсценирован очень талантливым якутским драматургом, режиссёром Борисовым, этот мыс имеет ещё одно замечательное в своих духовных проявлениях начала. Более двадцати лет назад я привёл скромную нивскую женщину в своё стойбище УМВО на высоком берегу «Пегова Пса». Эта женщина как пришла ко мне в сойбище, так и осталась. И однажды во сне у меня сложилась удивительнейшая песня. Удивительные слова и музыка одновременно. Такое бывает только во сне. Я считаю нужным воспроизвести вот эту песню. ПЕСНЯ 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 В городе Якутске проживает очень талантливая журналистка, эвенкиика, скромный человек, Кудрина Нина. Мать моего сына. Сына звать Денис. Он закончил в Сарбоне докторантуру и поехал в Казань по своим творческим научным делам. И там его попросили остаться в очень солидном научном учреждении. Таким образом, волны залива Чаева, волны, омолвающие мыс Улбо, моего родового поселения, дошли до земли Якутской, дошли до земли Балтийских просторов. Ибо там, в Санкт-Петербурге, работает очень сильная группа научно-педагогическая во главе с моей пленанницей Людмилой Гашиловой. Так что, надо радоваться, что у нас есть возможность представить и Нивхов, и Эвенков, и Якутов, и Русских на планетарном уровне. Я вас очень благодарю, что вы нашли возможность в моей юбилейной этаже этого места присутствовать и внести свою лепту в нашу общую международную многонациональную духовность. Спасибо вам. Я думаю, что век высоких технологий, современных каких-то изменений, мудрый писатель как раз обращается к самому дорогому для нас, к детям, через слово, через сказки, через свою мудрость. Я думаю, что учат нас с вами и наших детей, как относиться к своим предкам, бережно относиться к окружающему миру, природе. Я преклоняюсь перед творчеством Владимира Михайловича. Мне воочию с вами довелось встретиться, когда я работал в Министерстве образования. Мы приезжали к нам, да, это почти уже 10 лет прошло. Ну и тогда, когда познакомился с вами лично, меня вдохновило ваше гражданское мужество. Вы про Нимхов очень много рассказывали, про свои творческие планы. И как сейчас вот тоже озвучили в своем вступительном слове о том, что народ Цаха, республика сегодня бережно относится к языкам, к литературе, к искусству, к писателям. Мы с Александром Николаевичем работаем в тесном контакте. Он постоянно интересуется не только литературой народов Цаха, народов Дальнего Востока, Крайнего Севера, но и в целом он очень прогрессивный и мудрый руководитель, как вы отметили, Владимир Николаевич. И я думаю, что для нас с вами это очень важно, иметь такого мудрого наставника, ну и, конечно же, хорошего руководителя, ну и друга. Дорогой Санги, я с юности вас называл Санги, поскольку первый раз, когда увидел вас в Москве, когда мы с вами встретились, обсуждали, с тех пор для меня это имя Санги, оно своеобразно является символом, символом моего успеха, символом моего творческого начала, творческой карьеры, да и не только моего. Дело в том, что, как вы знаете, как вот написал, очень точно написал Владимир Михайлович в своем интервью в журнале «Полярная звезда», он разговаривает с Александром Николаевичем Жирковым, и там, значит, очень точно, буквально нигде не приукрашивая, нигде не убавляя, очень точно написал историю начала постановки спектакля «Желанный берег мой» по Санги Затьматову, как вы сказали, сюжет, который подарил Владимир Михайлович. Хочу подчеркнуть, что Александр Николаевич Жирков, человек, который очень остро, пронзительно чувствует вот этот момент талантливых людей, выдающихся людей, он с таким каким-то тоже высоким вдохновением относится и к творчеству Владимира Михайловича, и к нему самому, друзья. И многие переводы, которые он сделал, очень-очень подходят для якутского языка, переводы эпосов, значит, тюркских народов. Я тоже также Александра Николаевича поздравляю с тем, что наш друг, наш уважаемый, значит, Аксакау Владимир Михайлович Сангим, ему исполнилось 85-86 год, пожалуй, очень преклоняюсь, спасибо. Для меня большая честь принимать сегодня участие в презентации уникального проекта, сборника сказок, изданных на семи языках мира. Это, безусловно, огромный вклад в сохранение и популяризацию самобытной культуры Нивхов. Читая сказки Владимира Михайловича, я думал о том, что действительно, если мы хотим, чтобы наши дети выросли достойными, честными людьми, им надо читать побольше сказок. Кроме того, я утвердился в мнении, что сказки, они оказывают большое влияние на формирование морально-этических установок наших детей, что, наверное, взрослым иногда также надо читать сказки, они нужны им подчас больше, чем детям. Имя Владимира Михайловича «Санги» для меня, для нашей семьи, оно имеет особое значение. Благодаря тому, что в свое время состоялось знакомство и встреча двух писателей «Санги» и Айтматова, благодаря тому, что Владимир Михайлович рассказал моему отцу о давней Невской легенде, появилось одно из самых известных произведений писателя Айтматова «Пеги-пес. Бегущий краем моря». Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Владимира Михайловича за то, что он внес таким образом свой вклад в творчество ченгиза Айтматова. Дорогие друзья, для меня сегодняшняя презентация напрямую связана с именем моего брата, моего большого друга Александра Николаевича Жиркова. Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы выразить свое глубокое уважение к этому человеку, которого я имею честь знать уже в течение многих лет. Я благодарен ему за его подвижничество, за его неустанную деятельность по продвижению очень важного для сохранения и развития коллективной памяти тюркских народов проекта, «Эпосы народов мира». В рамках этого проекта, как всем нам известно, наш кыргызский эпос «Манас» был переведен на якутский. язык одновременно с этим состоялась презентация на кыргызском языке якутского эпоса «Наурун-Батыр» в Кыргызстане. Я недавно разговаривал с Александром Николаевичем. В настоящее время он находится на лечении в Москве. Мною было высказано предложение, как только Александр Николаевич выздороветь, провести у нас в Кыргызстане международную конференцию, на которую можно было бы посмотреть результаты реализации этого проекта, обсудить его дальнейшие перспективы. Со своей стороны я готов сделать все необходимое, все возможное со своей стороны для того, чтобы подобное масштабное авторитетное мероприятие состоялось в ближайшее время у нас в Кыргызстане. Пользуюсь случаем, чтобы от своего имени, от имени всей семьи Айтматовых. Еще раз поздравить Владимира Михайловича Санге с изданием и презентацией великолепной книги сборника детских сказок, а также пожелать Александру Николаевичу Жиркову скорейшего выздоровления и реализации всех задуманных им проектов. От имени моих коллег, членов постоянного форума Организации обменных наций по вопросам коренных народов, я сердечно поздравляю вас с вашим успехом в творчестве и созданием уникального сборника низких легенд и преданий для детей. Мне трудно выразить свое восхищение. 2019 год – Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН. И мы стоим на пороге десятилетия языков коренных народов, которое начнется уже в следующем году. И вот оба эти мероприятия проходят под девизом, что языки коренных народов значат многое для мира, развития и примирения. И всем своим творчеством, своей деятельностью, многолетними трудами вы вносите вклад в созидание, в мир, в развитие человечества. И это стоит, конечно, очень дорогого. Ну и, безусловно, сам тот факт, что ваш сборник вышел для детей – это уникально, это очень важно. Ведь мы ничего не сможем сделать нашими языками без того, чтобы передавать их детям, без того, чтобы научить детей мудрости предков и мудрости коренных народов, которая испокон веков передавалась от поколения к поколению. Я хотел бы также выразить слова благодарности Александру Николаевичу Жиркову за его большой вклад в развитие сотрудничества между Россией, между Республикой Саха-Якутия и постоянным форумом по вопросам коренных народов. Это сотрудничество имеет уже многолетние корни и проходило под эгидой и десятилетие эпоса «Аламхо». И мы надеемся в постоянном форуме, что сотрудничество это продолжится и как с Республикой Саха-Якутия, так и с другими регионами Российской Федерации и России в целом, и, конечно, ее коренными народами. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые друзья, разрешите мне, прежде всего, выразить признательность автору, а также всем тем, кто способствовал выпуску этого уникального сборника «Легенд», посвященного детям младшего и среднего возраста на языках коренных народов Российского Севера, а также русском, английском и японском языках, что сделало возможным и включило данное произведение действительно в мировое наследие литературы. Российская Федерация в целях сохранения и развития языкового и культурного многообразия коренных народов Арктики в прошлом году представила в рабочую группу Арктического Совета по устойчивому развитию проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики», предполагающих создание в сети интернет единой поликультурной среды народов, проживающих на Крайне Севере. Это позволит сохранить, развивать и популяризировать языки и культуру коренных народов, расширять среду общения на родных языках, обеспечить цифровую идентичность каждого коренного народа. Надеемся, что в рамках данного проекта, который охватывает значительный массив различных областей культуры, также яркой стороной будет являться данное произведение. Я зачитываю приветственный адрес директора нашего департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Рината Жафаровича Алиудзинова. Публикации книги на семи языках – это символичный и значимый вклад в общие усилия по сохранению многоязычия, в том числе в контексте предстоящего международного десятилетия языков коренных народов. Эти сказки и легенды содержат традиционные знания, имеющие важное значение для понимания окружающего мира, получение сведений об экосистемах тайги, а также передачи обычаев и языка от поколения к поколению. Презентация приурочена к 85-летию Владимира Михайловича, чья просветительская деятельность по популяризации одного из древнейших языков Евразии широко известна за пределами нашей страны. Отдельные слова признательности выражаем представителям Республики Саха-Якутия, одного из наиболее самобытных российских регионов, которые способствовали изданию этого сборника. Якутия – наш давний и надежный партнер в международном сотрудничестве. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие в интересах всех коренных народов России. Пользуясь случаем, я бы хотела также сказать несколько слов от себя лично. Поздравляю Владимира Михайловича и Александра Николаевича Жиркова с реализацией этой прекрасной идеи. Особая благодарность Александру Николаевичу за его подвижничество, за его инициативы на международной арене. Здесь уже ряд был упомянут. Я еще напомню о каталоге предметов искусства народа в Якутии в музеях мира, который он презентовал на одной из сессий постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Издание, выпуск этого сборника – это бесценный подарок для всех нас неравнодушных к вопросам сохранения языков. Владимир Михайлович Санги в свое время был первым представителем народов Северной Сибири и Дальнего Востока, который успешно и достойно работал консультантом Совета министров РСФСР. Владимир Михайлович Санги был первым президентом Ассоциации коренных монастыстов народов Северной Сибири и Дальнего Востока Советского Союза. Владимир Михайлович Санги организовал семинары молодых писателей народов Северной Сибири и Дальнего Востока Советского Союза и Российской Федерации в домах творчества писателей в подмосковной Малеевке, Петербурге, на Ялте, Магадане. Другой друг народов Северной Якутии, мой личный друг Владимир Михайлович Санги, еще нас будет не раз радовать своими успехами и в области литературы, и по укреплению наших связей с зарубежными коллегами. И дальше будет работать для укрепления престиза нашей великой Родины Российской Федерации за рубежом. Спасибо. Я всегда интересуюсь своим жизнью и творчеством своего друга Владимира Михайловича. Ну а когда я узнал, что они сотворили такую уникальную вещь, которая связана с духовностью наших народов, с Александром Николаевичем, не менее известным в человеческом обществе своими творческими помыслами, своими трудами, я, конечно же, вдвойне был рад, что такой уникальный подарок сделали для будущих поколений и для детей. Это не каждому удается. Ну, зная их устремление и природный дар этих двух моих друзей, единомышленников, я, конечно же, в какой-то степени, в принципе, и не был удивлен. Но все равно я гордился, что я являюсь современниками этих двух великих россиян, жителей Арктики и Севера, представляющих уникальный талант коренных народов. Мы очень рады, что свет увидела книга сказок этноса, которые населяет Сахалин, такого маленького, но такого уникального этноса. И эти сказки, написанные Владимиром Михайловичем Санги по мотивам этноса, узнают дети народов на семи языках. Мы выражаем огромное спасибо, я думаю, как мы, библиотека, те, кто приложили много усилий для выхода этой книги, так и все, кто пришел нас поддержать от имени Ноглик, от имени народа, за то, что Республика Саха, Якутия, вместе с нами издали данную книжку, которая разойдется по библиотекам и непосредственно кому-то в руки попадет всей нашей страны, я думаю, даже за рубежом. Огромное вам спасибо. Мы очень горды, что на нашей земле вырос и живет такой замечательный писатель, который тиражирует культуру народа на весь мир. Произведения Владимира Михайловича занимают особое место в мировой литературе, и, конечно, на них выросло не одно поколение читателей. Нам повезло очень сильно, потому что нам посчастливилось жить и работать вместе с Владимиром Михайловичем здесь, на древней, богатой и прекрасной земле Эгмиф. И уже на протяжении многих лет компанию «Сахалин Энерджи» Владимира Михайловича связывают добрые дружеские отношения и совместная работа по различным творческим проектам писателей. Мы очень рады, что компания «Сахалин Энерджи» стала партнером такого издания, в котором представлены 11 замечательных произведений на семи языках, включая, что очень важно, языки коренных народов Севера. И эта книга, эти произведения в сочетании с традиционными силуэтными композициями наших же сахалинских мастериц Валерии Осиповой и Альбины Осиповой. Причем для каждого произведения была создана своя композиция, и художники без предварительных набросков виртуозно вырезали фигуры сказочных персонажей, сцены и жизни героев. И затем эти силуэты фиксировались на белых бумажных листах, благодаря которым, конечно, легенды и сказки оживают. Уверена, что книга будет интересна не только детям, но и взрослым. Ведь любовь к сказкам мы проносим через всю жизнь. Мы слышим их от своих мам, бабушек, дедушек. И книга будет интересна также всем, кто интересуется культурой народов, проживающих на сахалинской земле. Ну и, конечно, всем тем, кто изучает свой родной язык. Я поздравляю всех с таким замечательным событием, выражая огромную благодарность Владимиру Михайловичу Санги, Александру Николаевичу Жиркову и всем тем, кто был задействован, принимал участие в издании этого замечательного сборника. Я хочу от имени издателей поздравить всех вас с выходом уникального межоригионального проекта, которое состоялось благодаря инициативе и усилиям заместителя и председателя Государственного собрания нашей республики, большого подвижника культуры, истории и искусства друга Владимира Михайловича Санги, Александра Николаевича Жиркова. Он является не только автором проекта и составителем книги, еще и является переводчиком девяти сказок из одиннадцати, которые вошли в данную книгу. Как сейчас здесь отметил Сергей Николаевич Фарючи, данную явленную книгу можно уверенно охарактеризовать образцом книжной культуры и крупным событием культурной жизни Российской Федерации мирового значения. И у нас есть желание и дальше продвигать книги Владимира Михайловича Санги в другие регионы России и, если получится, и в другие страны. В конце хотел бы пожелать уважаемому Александру Николаевичу скорейшего выздоровления у такого человека, как он, сделавшего очень многое для своего народа, доносящего огромный вклад в диалог культуры и сохранении культурного нашлия, обязательно все будет хорошо. Когда Александр Николаевич предложил мне перевести произведение Владимира Михайловича Санги на овенкийский язык, я, конечно, сразу же согласилась и работала с большим удовольствием, хотя эта работа была очень и очень непростая. Приходилось иногда консультироваться с Владимиром Михайловичем по поводу перевода некоторых нивских слов, потому что таких слов у овенков, тех, которых у овенков не было и нет. Для меня же самой эта работа явилась проверкой моих знаний и возможностей. И я еще раз убедилась, что родной язык, овенкийский язык, который впитала я с молоком матери, который слышала в далеком детстве, я еще помню, я еще знаю и очень люблю. Хочу сказать, что благодаря всем переводчикам, благодаря издателям и всем тем, кто работал над этим изданием, итог получился просто потрясающий. Я вас, Владимир Михайлович, и нашего руководителя парламента, Александра Николаевича Жиркова, вижу как пограничников, дозорников, которые прописаны в произведениях Лугинова, которые стоят дозорными за нравственность, духовность своих народов. Вы следите за всем, чтобы неправильно кто-то что-то не сделал. Не было такого случая, чтобы вот на своих территориях, вы в Сахалине, Александр Николаевич, Якутии. У вас крепкая мужская дружба, которая на протяжении многих лет. И сегодня Александр Николаевич дарит вам эту книгу, которая вливается в добрые, светлые чувства всех якутян. И все якутяне поздравляют вас, и чтобы эта дружба тянулась еще долго-долго, и чтобы дым от костров наших сорочищей был виден сдалека, чтобы мы не исчезли с этой земли. Благодаря кработливому труду большого коллектива авторов издан этот неповторимый сборник литературных сказок, легенд и преданий Владимира Санги. Поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в создании этой книги. Конечно же, слова благодарности Александру Николаевичу Жиркову, другу Владимиру Михайловичу, который уделил большое внимание, и благодаря которому вышла в свет эта книга. И можно сказать, что эпос коренных этносов носит большой вклад в литературу. И сказки, особенно детские книги, они сближают народы и помогают им лучше понимать друг друга. И Владимир Михайлович Санги сохранил бесценное богатство языка и культуры Нивского народа. И этот сборник с уникальным пластом Нивских легенд и преданий поистине драгоценный вклад в мировую литературу. Примечательно то, что книга действительно на семи языках издана. Это, наверное... Ну, не то, что наверное. Это действительно не всегда его встретишь, такие переводы в одной книге. Поэтому честь и хвала человеку мира, которым является Владимир Михайлович, за то, что вот этот вот самобытный, талантливый писатель, он при этом является основоположником Нивской литературы, автором первого букваря, учебников для сахалинских Нивхов. И является для нас примером, как неустанного борца за наши права, за права коренных малочисленных народов Севера. При этом очень огромна его роль как первого, одного из основателей создания нашей ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Знакомясь с удивительной книгой для детей младшего и среднего возраста Владимира Санги, читая в ней сказки, легенды, предания, мы видим, что Нивский фольклор стал доступен не только для Нивхов, но и разным этносам. Тексты в сборнике представлены на семи языках, следовательно, с этой книгой могут познакомиться дети других стран и народов. В этом состоит ее мировая значимость. Фольклор Нивхов станет известен широкому кругу читателей не только в России, но и за рубежом. Теперь разные народы могут соприкоснуться и проявить интерес к событиям и героям фольклорных текстов, их традициям, могут осмыслить окружающий мир, поступки людей, их удачи и беды, богатство, мужество, ловкость и слабость, доброту и зло, ум и смекалку. Все это взаимосвязано и отражает наше бытие. Книга для детского чтения написана так, что каждый человек и ребенок и взрослый погружается в духовный мир Нивхов. Так начинается одна из удивительных Нивских сказок Владимира Михайловича, уводящего юного читателя в сказочный мир одного из малочисленных народов России Нивхов. Это бесценная книга, созданная Владимиром Михайловичем Санги, войдет в сокровищницу достояния устного народного творчества Нивхов и сохранит свою популярность на века. С большим удовольствием хотел бы поздравить от нашей международной организации Владимира Михайловича с замечательным юбилеем и с таким хорошим, отличным подарком всему миру, легенды и предания Нивского народа на семи языках. Ну и, конечно же, я поражаюсь иногда Александру Николаевичу Жиркову, который всегда очень капитально подходит любому проекту и помогает издавать такие труды. Конечно, Северный форум сейчас тоже уделяет достаточно большое внимание проблеме развития коренных малочисленных народов Севера. Это началось, по-моему, при Михаиле Александровиче. Мы продолжаем это дело. И сейчас у нас в планах также наладить издательскую деятельность. В первую очередь, конечно, для детей и молодежи. И познакомить с народами Арктики и Севера более южные страны, чтобы весь мир знал, кто живет здесь, кто трудится и созидает на благо всего человечества, кто сохраняет уникальную природу Арктики и языки и культурное наследие всех народов, многочисленных народов, которые проживают на такой огромной территории. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы эта книга в электронном варианте появилась как можно скорее, чтобы мы могли распространить среди наших регионов, чтобы в детских садах, в школах уже начали изучать и пользоваться данным уникальным изданием. Возможно, где-то лет 10 тысяч лет тому назад у нас, возможно, были какие-то контакты, может быть, и этногенетические. Это первый момент. Недаром Юкагиры и Нифхи относятся к дневнейшим народам Сибири. Во-вторых, именно мы, Юкагиры, выступили инициаторами проведения конференции фольклор по альзиатских народов. И оно проводилось в Якутске. И две первых этих конференции в основном проходили вокруг именно проблемы юкагирского фольклора. После этого мы эту эстафету передали на Сахалин. И третья конференция прошла позапрошлом году на Сахалине. И как раз в основной тематике была посвящена проблемам нивского фольклора. И я очень рад, что эти вот связи у нас продолжаются. И третье. Когда в 1990 году у нас в Москве проходил первый съезд, и Владимир Михайлович был избран президентом нашей ассоциации, тогда Координационный Совет формировался не по территориальному принципу, он формировался по этническому, от каждого народа. В Координационный Совет был избран по одному представителю. И в том числе тогда в Координационный Совет вошел представитель юкагиров Николай Николаевич Курилов. И знаменательно, что именно Николай Николаевич Курилов выступил переводчиком произведения Владимира Санги. Мы представляем детское издательство Кескель, которые выпускают на родном языке детские, литературно-художественные, иллюстрированные журналы «Колокольчик», «Чуаранчик» и детские газеты «Кескель», «Юность Севера». Первые, самые первые переводы сказок на якутском языке сам Александр Николаевич доверил нам, чтобы мы опубликовали на страницах наших изданий, на журналах и на газет. Вот такие миниатюрные книжечки для самых маленьких детей мы сделали внутри наших журналов «Кабджюту Гокулярий» «Эгэонна Моготойкепсеппиттер» «Бырдах». А рисунки к сказкам нарисовали молодые совсем, очень талантливые художники Айталина Данилова и Алена Арсентьева. Владимир Михайлович, мы знаем, что вы дружили с нашими якутскими писателями, как Николай Егорович Мординов Аммад Чигая, Владимиром Михайловичем Новиковым Кюннику Растыраб, Дмитрием Кононовичем Сивцевым Цоруном Аллан, Сабово Ивановичем Тарасовым, Семеном Петровичем Даниловым и другими. Наше детское издательство достойно носит имя народного писателя Якутии Николая Егоровича Мординова Амма Ачигая. И мы, новое поколение творческих, пишущих на детскую тематику, сегодня не останавливаемся, развиваем детскую литературу и выходим на новый уровень. Я вижу в этом издании не только книгу для детей, но прежде всего вижу такой фундаментальный труд и научно-просветительскую основу для научных исследований и для образовательной деятельности. Эти тексты могут стать и, конечно же, станут опорой, фундаментальной основой, научной основой для создания других образовательных, познавательных текстов для детей. Я надеюсь, что наши молодые программисты, молодые издатели, авторы будут из этих сказок делать мультимедийные продукты, цифровые ресурсы, и мы скоро увидим мультфильмы, разные красочные детские книги, тоже изданные на этих языках. И я очень рада, что сбылась мечта Василия Фанасьевича Робика. Он мечтал, чтобы наш Якутск стал второй столицей Северевидения вслед за Санкт-Петербургом. И я рада, что эту презентацию организовывает наша национальная библиотека, на базе которого есть межрегиональный центр литературы коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Спасибо вам огромное и за организацию, и за эту книгу. И еще очень выражаю свою надежду, что произведения писателей коренных малочисленных народов Севера нашей России скоро попадут перечень 100 книг, которые были утверждены в 2013 году по инициативе нашего президента Владимира Путина. И при утверждении вот этого перечня было сказано, что этот перечень должен быть переиздан, переутвержден каждые 10 лет. Я думаю, что нам необходимо добиться, чтобы в этот перечень книг, которые читают дети во внеклассном чтении, попали произведения писателей Севера Сибири и Дальнего Востока Владимира Санги, нашего Андрея Васильевича Кривошапкина и других писателей. В презентации уникального сборника легенд, сказок и преданий Владимира Санги принимали участие гости из разных регионов России и зарубежные гости. Поэтому презентация и получилась очень интересной и познавательной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...